Эфир канал ОТС продолжает программа экстренный вызов. В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте. Начать вынуждены с сообщения об очередной смерти маленького ребенка. Двухлетняя девочка не выжила после падения из окна третьего этажа. Все произошло еще в четверг на улице Паласа в Кировском районе Новосибирска. Пока не видели родителей, малышка залезла на диван, а с него перебралась на подоконник. Уже лежавшую на земле пострадавшую заметили случайные прохожие. Несколько дней врачи боролись за жизнь пациентки, но спасти ее не смогли. К другим темам в эти выходные в 50 километрах от Новосибирска звучали выстрелы. Есть погибший. Ночная разборка с летальным исходом произошла в СНТ «Изумруд», расположенном недалеко от Плотникова. Об обстоятельствах трагедии информации на данный момент немного. В интернете и СМИ тиражируются различные версии, но ни одна из них пока не подтверждается. Доподлинно известно лишь то, что мужчина в возрасте немного за 30 погиб от огнестрельного ранения в грудь. По некоторым данным, он нарвался на конфликт с компанией местных жителей, которые не отличались спокойным нравом. Что касается компаний, которые там на этом месте, да, у них достаточно постоянно последние выходные происходят этим летом сборище. Вот, приезжают, ну, на не самых, наверное, там, бедных машинах. Вот, что там, как бы, ну, слышал еще, что днем, соседи говорят, что стрельба вообще начиналась днем, потому что пьянка с их стороны, шум, он был уже днем, видимо, в честь праздника. По информации из соцсетей, потерпевший приехал в СНТ, чтобы отметить с друзьями мальчишник и по какой-то причине поссорился с нетрезвыми возмутителями спокойствия. Дачники рассказали, что последние предпочитали вести себя по-хамски по отношению к окружающим и были особенно агрессивны в пьяном угаре. После рокового выстрела на место вызвали полицию. В задержании принимали участие якобы даже бойцы СОБРа. Сейчас по делу об умышленном убийстве работают следователи комитета. На месте преступления правоохранители повязали сразу шесть человек из числа наиболее активных участников разборки. Но вычислить стрелка пока, видимо, не удалось. Мы будем следить за развитием событий. Леонид Лишенко, Тарас Тарасов, экстренный вызов. У дома на Забалуево в Ленинском районе города дворовый конфликт привел сначала к драке, после на место пришлось вызывать саперов. Судя по всему, повздорила компания из трех человек. После непродолжительной беседы один из участников потасовки оказался на асфальте. А когда он смог подняться и уйти, в его обидчиков полетел предмет, похожий на гранату. Прибывшие сотрудники полиции оцепили территорию, ситуацию контролировали пожарные и медики. Граната оказалась учебной болванкой и опасности не представляла. Продолжаем программу. Не самовольный уход из жизни, а нападение с фатальными последствиями. Неожиданный поворот произошел в истории о загадочной гибели мужчины в микрорайоне Ясный берег. В начале апреля местный житель вывал с балкона 24 этажа после алкогольной вечеринки со своим соседом, известным блогером Анатолием Гамзиковым. Сначала все подумали, случился банальный суицид под градусом. Однако эксперты обнаружили на теле погибшего ножевое ранение. Время, проведенное в застенках, и серьезные обвинения не лишили блогера чувства юмора. Анатолия Гамзикова сегодня доставили в Ленинский суд, чтобы решить вопрос о его аресте. По версии следствия, в начале апреля мужчина заглянул в гости к своему соседу Алексею Хребтову. Приятели выпили и даже провели совместный прямой эфир в социальных сетях. Однако в какой-то момент мужчины поссорились, и дело дошло до поножовщины. Затем потерпевший выбежал в подъезд оттуда на общий балкон. Погиб Хребтов из-за падения с высоты, однако и ножевая рана была серьезной. Поэтому уголовное дело возбудили по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Но у защиты мнение иное. Якобы сыщики с самого начала рассматривали только одну версию и даже пытались надавить на блогера. «Оперативники приходили к нему неоднократно в изолятор временного содержания. Что они ему предлагали? Они предлагали написать явку с повинной, в связи с чем обещали ему снижение срока, которое он будет отбывать в виде лишения свободы. И предложили услужливо свой сценарий. Они сказали о том, что по-любому вот этот вот Хребтов потерпевший бросился на тебя, но тебя недооценил. Ты схватил нож и ударил его в висок». Сам Гамзиков утверждал, что конец вечеринки не запомнил. С его слов он перебрался алкоголем, уснул, а когда пришел в себя, хозяина квартиры уже не было. Кстати, даже знакомые погибшего уверены, что все произошло из-за наркотиков. Хребтов был судим за торговлю зельем и, говорят, сам частенько его употреблял. «Где-то в 2007 году его приняли в клубе «Щука» за распространение экстази, где посадили его примерно на пять лет. Где-то в 2011 году он оттуда вышел из тюрьмы, но с клубами он так и не завязал. Ну, соответственно, с наркотиками, скорее всего, тоже». За эту версию хватился и адвокат. Мол, если Хребтов находился под действием запрещенных веществ, то и нанести себе удар в висок, несмертельный, но опасный, вполне был способен. И все же обвинение настаивало на том, что Гамзикова надо изолировать от общества. Фемида решила, что следователи собрали достаточно доказательств. Тем более на джинсах блогера нашли несколько пятен. Правда, эксперты всего лишь предположили, что это может быть кровь потерпевшего. Но этого оказалось достаточно для ареста обвиняемого на один месяц и 25 дней. «Какие капли? Там должно быть просто все. Он пошел в магазин. Даже не установлено, кто, чьи они. И человек разрешает свободу. Это что, у нас справедливость, что ли? Вы объясните мне, пожалуйста, я не понимаю». Это решение суда весьма вероятно будет обжаловано стороной защиты. Впрочем, следствию предстоит ответить еще на множество вопросов. Например, свидетели припомнили, что в ту ночь в подъезде многоэтажки выпивала еще одна шумная компания. Однако, чем закончилась та алкогольная вечеринка и связана ли она с гибелью Хребтова, люди в погонах не знают. Анна Скоктера, Старасов, экстренный вызов. Сразу два несчастных случая произошли в непогоду в разных районах области. Во время сильнейшей грозы молнией убило мужчин. Работим поселка Кочанево под удар попал военнослужащий. 25-летний контрактник, по некоторым данным, прибыл в Новосибирск из Кемеровской части в командировку, готовился к параду Победы. Другой похожий инцидент случился недалеко от Колывани, в деревне Кольцовка. 48-летний рыбак погиб на месте. Сотрудники комитета уже побеседовали со свидетелями, а также назначили судебно-медицинскую экспертизу. Анриге Карасук во время купания утонул 11-летний мальчик. Трагедия произошла накануне днем. Ребенок был в компании сверстников, без взрослых. Когда ему понадобилась помощь, дети растерялись. Спасти школьника не удалось. Следователи выясняют и обстоятельства гибели отдыхающего на озере Чины Барабинского района. По предварительной информации, трое приятелей ловили рыбу на водоеме с лодки по каким-то причинам. Находясь в километре от берега, один из мужчин самовольно встал за руль и резко дал газу. Два человека оказались за бортом. Сам виновник попал под винт и скончался. А хозяин моторки получил травмы. Удержаться на плаву ему помог спасательный жилет. На счету подростка, который держал в страхе любителей отечественных машин из Калининского района Новосибирска, уже как минимум 12 преступных эпизодов. 16-летнего парня поймали фактически с поличным на улице Макаренко, когда он угонял чужие жигули. Замок ваза был взломан, а провода соединены напрямую. Фигурант, несмотря на юный возраст, уже был судим по похожей статье. Помогал ему в нелегком ремесле краж и угонов сверстник. Основного персонажа отправили в СИЗО. Подельника пока домой на время следствия. И последнее. Там же, в Калининском районе, спасателям пришлось снимать унитаз и разбирать плитку, чтобы достать из ловушки кошку. Немного курьезный инцидент произошел глубокой ночью в квартире на улице Столетова. Истошные вопли пленницы разбудили хозяев животного, но те не смогли справиться с проблемой самостоятельно и позвонили дежурному МАЗ. Кошку освободили, правда теперь санузел требует ремонта. И на этом пока все. Телефон редакции 310-2005 доступен каждый будний день с 12 до 6 вечера. Если вы сняли на видео преступления или происшествия, присылайте нам, мы покажем ролик в эфире. В студии работала Мария Никитина. До встречи на канале ОТС.